Ребят, всем привет! Сейчас я покажу вам, как снять газлифт и механизм качания. Итак, для чего я буду снимать газлифт? Для того, чтобы вот этот механизм качания, если он правильно называется, нужно проварить. Видите, в прошлом видеоролике я рассказывал, вот пошла трещина и нужно здесь дать сварку. Но лучше всего это сделать, когда не будет газлифта этого. Поэтому сейчас я буду снимать. Лучше всего, конечно, использовать какую-то киянку деревянную, либо резиновую. Либо молоток можно обвернуть в какую-то тряпку, для того, чтобы не повредить краску. И заниматься извлечением газлифта. Но я буду без тряпки это делать, но вы смотрите уже сами. Беру самый обычный молоток. Крестовину я не снимал, ничего не делал. Вот таким образом держите. И в разные части бьете. Ну, конечно же, колесики, ролики поснимайте, иначе повылетает, как у меня сейчас. Ну, все, вот таким образом продолжаем. Ну, все, буквально несколько минут. Вот, снял. Еще обнаружил, что сварка лопнула. Сейчас вам покажу вот здесь вот. И вы присмотритесь. Поэтому будет обвариваться вот здесь. И будет обвариваться вот здесь. Прямо, видите, шов лопнул. Вот он. Поэтому буду делать ремонт кресла. Не хочется отдавать деньги. 5000 рублей за новое кресло, где будет проблема такая же. Поэтому пользуйтесь такой вот лайфхак. По поводу краски. Ну, вот смотрите, видите, удары молотка были. Ну, как бы не сильно видно. Это, при том, нижняя часть. Я думаю, это не смертельно. Но вы смотрите сами уже. Если кресло дорогое, можете киянкой бить деревянное, резиновое. Либо молоток обворачивать какую-то ткань потолще. И вот таким образом выбивать ее. По поводу этого кресла. Вот у меня был случай. Спинка не откидывалась обратно. То есть, облокачиваясь на спинку, она обратно не заезжала. Я починил ее. Поэтому ссылку оставлю в описании. Можете перейти, посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока.